Всем здравствуйте, добро пожаловать на портал Неврозы Мегаполиса, меня зовут Алексей Красиков. Сегодня у нас необычный выпуск, мы отойдем от темы психологии, психотерапии, неврозов и фобических тревожных расстройств и будем говорить о спорте, о моем виде спорта, о фитнесе, о бодибилдинге. Я расскажу чуть-чуть о себе, расскажу о заблуждениях, которые присущие этому виду спорта, заблуждений у обычного обывателя достаточно много. И, конечно, ребята, которые со мной занимаются, консультируются по вопросам неврозов, тревожно-фобических расстройств, панической атаки, вегетосудистой дистанции, безусловно, уверены в том, что на их спортивной карьере или на их здоровье теперь поставлен крест. И что они теперь никогда не вернутся в зал, не вернутся в спорт. И как вернуться, и что делать, я многим помогаю на эту тему тоже. Не только по вопросу именно консультирования психологического, что является основной моей профессией на сегодняшний день. Я по одному из образований персональный тренер, я учился в Российской академии физической культуры и спорта, документы есть у меня на сайте. Я даже успел в 2002 году завоевать третье место на чемпионате России по бодибилдингу в категории юноши или юниоры. Я уже не помню, что вы делали в 2002 году, вспоминайте. Я вот выступал. Мы готовились с командой Москвы, нас было достаточно много. Фамилии не буду озвучивать, кто выступал. Готовили меня два замечательных человека. Это Дима Ишанькин и Дима Корнюхин. Вам большой привет. Спасибо вам огромное. Я знаю, что вы сейчас продолжаете свое дело и делаете это на высоте и на высшем уровне, как обычно. Вот я своим клиентам решил немножечко рассказать о нашем виде спорта, ответить на популярный вопрос, который мне приходит. Их приходит очень много. За моей спиной вы видите спортивные добавки. В простонародье, в нашем виде спорта называется это спортпит. Я отвечу тоже по этим вопросам сегодня, потому что у многих людей протеины и спортивные добавки являются химией, являются опасными и запрещенными. Об этом тоже поговорим. Потом я поговорю о том, как я кушаю, что я ем, в каком количестве, как выглядит мой рацион. Расскажу о своем образе жизни. Один из вопросов, Леша, расскажи о среднестатистическом своем дне. Расскажу. Может быть, что-то даже покажу. Вот. Значит, давайте начнем с АЗОВ. Поскольку этот ролик для начинающих. Те ребята, которые имеют какое-то представление о бодибилдинге, сейчас могут его не слушать. Это, скорее всего, для тех, кто просто хочет об этом узнать и только-только соприкоснулся с желанием увеличить свою мышечную композицию, увеличить свое тело или привести его в порядок. Когда я работал в 2002 году, как раз в году я работал тренером и инструктором тренажерного зала в сети клубов Wild, это Куркино и Речной вокзал, замечательное оборудование, мы, я, точнее, столкнулся с одной такой историей о том, что когда ты работаешь персональным тренером, к тебе приходят люди, они хотят похудеть или увеличиться, платят тебе деньги за персональные тренировки, ты самозабвенных тренируешь, рассказываешь, как нужно питаться, они кивают головой, все за тобой повторяют, но ты понимаешь, что они не выполняют в программе питание того, что рекомендуешь ты, как тренер, для того, чтобы они достигли успеха. И они вот так вот циркулируют. То есть, походил, походил, как бы ушел, да, там, или опять походил, походил, ушел. Есть люди, которые задерживаются надолго, но, как правило, они просто вот ходят, ты им показываешь, что делать, они за тобой повторяют. Конечно, такие клиенты демотивируют тренера персонального, конечно, и он со временем приедается к этой всей работе, и у него вот это вот, понимаете, раз, два, три, четыре, десять, двенадцать, подышали, походили, поговорили там о мужиках, о женщинах, о машинах, о девчонках, и разошлись. Это, конечно, персонального тренера убивает, как спортсмена убивает, как тренера. Идеально, когда у тебя есть такие клиенты, с которыми ты особо сильно не заморачиваешься. Есть ребята, которые готовятся к соревнованиям, которых ты ведешь, которые хотят, там, девочки и ребят четко, там, достигнуть своей цели, там, увеличиться на пять килограмм, допустим, да, там. И вот они прям по плану работают так, как ты им поставил. Такие, конечно, клиенты мотивируют тебя и мотивируют твою работу. Вот, поэтому, вот, ребята, которые готовят, тренера, которые готовят ребят выступающих, они, конечно, высоко мотивированы и им приятно от той профессии, которой они занимаются. Они горды за своих учеников и горды за свою работу. Когда тренер просто тупеет в тренажерном зале с обычными обывателями, а 95% фитнес-клубов – это просто люди, которые хотят, ну, как-то, там, скрасить время, оправдать свое, там, какое-то состояние, что, типа, я сходил, там, что-то подергал, да, там. 4% оставшиеся, там, как-то пытаются что-то изменить, один из процентов знает, что он делает и для чего, и конкретно в этот момент, да. Вот, я вам сейчас расскажу про основу. Значит, к чему я рассказывал про мотивацию? Потому что все персональные тренеры, они как и психотерапевты, они все разные, понимаете. Поэтому, когда вы приходите в тренажерный зал и к психотерапевту, допустим, в кабинет, да, или дистанционно, и к тренеру первое, с чего мы начинаем, конечно же, это с обследования и с общих тестирований, которые проводятся в медицинском кабинете. Главная наша задача, чтобы у человека не было, естественно, врожденной патологией сердца. Это патологии, связанные с врожденными анатомическими изменениями, да. Это пороки, прежде всего, определенные, которые непосредственно порок сердца, так или иначе, накладывают большой отпечаток на функционал. Вот, это врожденные все проблемы, это врожденные патологии скелета, это приобретенные травмы, это травмы позвоночника, это травмы головы, это состояние сосудов головного мозга, обязательно функциональность сердца, да, можно ее тоже, фитнес-тестирование на первых занятиях, проверить небольшим фит-тестом по пульсу, как пульс разгоняется, как пульс восстанавливается за минуту, за пять минут и за десять, и так далее. Для этого есть пульсометры, для этого есть определенные таблицы, рост, там, этот самый, возраст, да, и так далее. Там, пульс, на котором вы работаете. То есть, исходя из фит-тестирования, вы будете рассчитывать ту или иную нагрузку. Сейчас не буду вдаваться в детали, как рассчитывается, там есть формула 220 минус возраст, в процентах, как вы работаете. Скажу вам так, если вы только пришли в спортзал, если вы мальчик или вы девочка, обязательно это должно быть поэтапно. То есть, не надо сразу рвать задницу со словами «Давай, жми!» Да, не нужно. Начните с легких тренажеров, да, с легких блоков. Чуть попозже я, наверное, вам буду про это рассказывать. То есть, не нужно сразу ложиться под штангу в приседание вставать, да, или ложиться со словами «Жми, толкай». Начните с того, что вы должны укреплять опорно-связочный аппарат и создавать мышечную связь между головным мозгом и между вашими мышцами. Создавать баланс, чтобы вы тянули ровно, чтобы такого не было, чтобы такого не было. Для того, чтобы сформировалась нейромышечная связь между вашим мозгом и вашими мышцами, должно пройти время. В этот период у вас будет всё болеть, ломить, не работать, там и так далее. Это достаточно такой болезненный период. Но первый месяц, первые тренировки вам нужно заниматься исключительно вот такими легкими блочными тренажёрами. Хотя первые несколько тренировок, чтобы ваши связки, суставы, сухожилия начали потихонечку входить в нагрузку. Можно использовать общую тренировку, так называемую. То есть, это не специализированная тренировка. Это где-то несколько месяцев общей тренировки. У вас, допустим, тренировка просто упражнений идут по определённому списку. Там и руки, и грудь, и плечи, и спина. Допустим, там одно-два упражнения на каждую часть тела. Без всяких отказов. Там определённое количество подходов. Там 3-4 по 12-15 повторений для того, чтобы просто мышечные группы проработали, чтобы просто их почувствовали. Вот так вот мы входим в этот спорт. Такие тренировки нужно провести несколько. Ну, можно штук 5-7 для того, чтобы вы почувствовали эту боль, чтобы вы повосстанавливались, чтобы мышцы и связки как-то получили нагрузку. Затем потихонечку мы можем включать в эту общую тренировку, менять упражнение, в общую тренировку вставить уже свободные веса, такие как небольшие гантели с небольшим отягощением, больше блоков. И потихонечку, потихонечку приходить к аккуратным базовым движениям. Допустим, там, жим лёжа наклонный, штанген наклонный скамьи на прямой скамье, гантели, жим гантелей. Это высококордиционные упражнения считаются в бодибилдинге, потому что когда вы сидите прямо и вам нужно выжать, допустим, гантели перпендикулярно над головой, для новичка достаточно сложное движение. Поэтому тренер помогает. Начинать поэтому надо с тренажёров. Есть специальные тренажёры для жима сидя, где не нужно заботиться о координации. Есть специальный тренажёр Смита, так называемый, где штанга закреплена в стойках, можете начинать жимы, особенно для девочек, и для мальчиков тоже, не обязательно ложиться сразу под штангу. Если у вас есть в зале тренажёр Смита, вы можете это сделать в тренажёре Смита. Жим лёжа, наклонный, штанги за головой и так далее. Потом, когда вы уже поймёте, что вы с вашим тренером поняли, что ваши связки, ваши мышцы окрепли, потихонечку можно переходить к свободным весам с штангой уже незакреплённым динамикой, как обычной классической штанге. А потом уже через 5-6 месяцев можно перейти к специализированной тренировке. И специализированная тренировка, когда вы каждую тренировку посвящаете одной, две, как правило, двум группам мышц. Например, спина, бицепс, грудь, трицепс, передняя часть бедра, пресс, руки, задняя часть бедра, руки, плечи. То есть тут уже тренер будет выстраивать свой сплит. Увеличить количество тренировок в месяц, в неделю, потому что первые тренировки будут вам даваться достаточно болезненно. Если вы прозанимались в понедельник, у вас всё болит, то в среду идти, конечно, в зал вам придётся очень тяжело. Поэтому, скорее всего, это будут первые тренировки, будет понедельник, пятница, там, среда. То есть они будут немножко смещаться, потому что пока вы будете вот таким вот ходить, да, как бы через боль, это очень неправильно делать. Когда у вас грудь вообще не работает из-за того, что вы только начали заниматься, вообще никак. Вы не сможете ещё раз начинать её рвать. Это неправильно. Должно, чтобы всё восстановилось, чтобы ничего не болело. Вот, значит, на первом этапе очень важна техника. Вы не должны следить за... не должны рваться за каким-то весом и смотреть на парней и девчонок, которые делают что-то уже более с серьёзным весом, да. В нашем виде спорта есть главное правило. Если вы хотите поднимать большой вес, идите в пауэролифтинг, в тяжёлую атлетику. Наш вид спорта не предполагает изначально супер больших весов. Наш вид спорта предполагает задачу... Сейчас мы, кстати, перейдём к задачам. Задача – выглядеть хорошо. Быть функционально развитым и хорошо выглядеть... Если даже вы занимаетесь для сцены, для подготовки к какому-то конкурсу, всё равно оценивают ваше тело, ваш внешний вид, а не как, сколько вы жмёте и приседаете. Понимаете, если вы стали чемпионом своего города и чемпионом области, вам всё равно, сколько кто приседает на вашей сцене, когда вы стоите в линейке. Всё смотрится на вашу пропорцию, на ваше качество, на ваши объёмы и так далее. Поэтому, поверьте, я знаю большое количество фитнес-спортсменов, ребят из классического бодибилдинга, которые не имеют в своём арсенале супер большие веса в приседаниях или в жимах. Но как они делают упражнения – это очень качественно. Я вам об этом расскажу чуть попозже. Поэтому на первом этапе, поскольку у нас сегодня вводная лекция, следите за техникой. Ваша задача в этой общей тренировке – научиться выполнять правильное упражнение, правильно дышать. Когда вы поднимаете вес, вы выдыхаете, когда вы тянете, ну, смотря на что вы делаете, либо жим, либо тягу. Когда у вас идёт сопротивление, если вы жмёте вот себя, то вы жмёте на выдохе. Если вы тянете к себе, то вы тянете на выдохе. Соответственно, когда идёт расслабляющая фаза, первое правило – вы вдыхаете, соответственно. Второе правило – оно идёт медленнее, чем сам подъём. То есть, если вы жмёте, вы жмёте чуть быстрее, чем кладёте штангу на грудь. То есть, не должно быть быстрых опусканий и медленного жима. Наоборот, вы жмёте быстрее, растягиваете мышцы медленнее. То же самое касается тяги. Вы тянете к себе более взрывным усилием, растягиваете спину обратно, подконтрольно, чтобы вес не падал под силу инерции. Потому что именно, сейчас мы перейдём к кинезиологии, к физиологии, именно вот это растяжение, обратное сопротивление, где мышца создаёт сопротивление силе тяжести снаряда, является последующим мышечным ростом. А теперь переходим к тренировкам чуть попозже. Я расскажу более детально. Это водное. То есть, сначала дышать, техника и общее укрепление. Затем уже переходим к общей тренировке. Теперь, почему ваши мышцы вообще будут расти. Первый миф о том, что чем больше вы накачали мышцы, тем они больше у вас растут. Прям в тренажёрном зале вы видите, что они наливаются, становятся больше, и поэтому они растут. И вам кажется, что нужно больше их как-то накачать, тогда они больше вырастут. Не совсем. Да, пампинг является важным моментом для будущего роста, но не является первостепенным. Главный физиологический эффект как раз в том, что я сейчас вам рассказал. Когда вы, допустим, возьмём тягу для того, чтобы было удобно. Когда вы тянете снаряд к себе, допустим, вот я вот так буду показывать. Хорошо, так будет проще. Нет, давайте жим возьмём, так будет мне проще показывать. Вот вы взяли штангу, представляете, что я лежу, да? И вот вы опустили её на грудь. Когда вы жмёте вперёд, мышечное волокно сокращается вот так. А когда вы штангу опускаете вниз, действует сила тяжести. То есть снаряд стремится к земле. Ваша мышца является как пружиной, сопротивлением того, чтобы он вас не раздавил и не ушёл к земле. Вот если вы будете это делать быстро, возникнет инерция, которая не возьмёт в работу мышечное волокно. Но вы потом его затормозите. А если вы будете делать это медленно, достаточно медленно ставя снаряд обратно к груди и опять быстро выжимая, вот этот медленный момент, когда вы растягиваете мышцы, и является тем самым будущим драйвом для мышечного роста. Потому что в этот момент происходят небольшие микро-надрывы на скелетной мышце. Именно поэтому потом она у вас болит. Именно эти надрывы будут восстанавливаться между вашими тренировками. В человеческом организме любая стрессовая нагрузка на любой орган, будь то кость, будь то мышечная ткань, если вы сломали кость, посмотрите на рентген. Место сроста кости стало прочнее и толще. Точно так же становится с вашими мышечными волокнами. Когда вы её мышечное волокно нагрузили, оно у вас подверглось стрессу, потому что для мышечного волокна, допустим, 20 кг, условно говоря, в этом амплитуде никогда вы не делали. Это был стресс большой для мышечного волокна. Оно поднадрывалось, так сказать, мелко. И во время восстановления, если вы правильно кушаете, они, эти мышечные волокна, регенерировались. И стали чуть-чуть плотнее и больше. Для того, чтобы потом, в следующий раз, такая нагрузка не была настолько стрессовой для этой мышцы. Условно говоря, вы на следующей тренировке берёте не 20 кг, а 20,5 кг. Условно. Не надо так быстро увеличивать. Просто я вам пример привожу. Мышечное волокно адаптировалось к 20 кг. Сначала вы начинали делать 8 повторений, и вам было тяжело. Теперь вы можете делать 12 повторений. Мышечное волокно адаптировалось. Вы поднимаете немножечко вес. Для ваших мышечных волокон опять это стресс, опять драйв для роста. То есть, проще говоря, если хотите, совсем уж просто, для того, чтобы ваши мышцы росли, их нужно постоянно шокировать на тренировке, для того, чтобы фактически это такой мазохизм небольшой. Вы приходите, травмируете, условно говоря, в норме ваши мышечные волокна, организм включает процессы регенерации, мышечная ткань восстанавливается, становясь чуть больше. И так месяц за месяцем, год за годом, этот момент регенерации и восстановления становится всё больше, 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 больше. В итоге ваша мышечная ткань гипертрофируется. Вот это понятно про скелетные мышцы, как они растут. Они растут не на тренировке, они растут во время отдыха. Поэтому сегодня я посвящу первый базовый выпуск не тренировкам, а моему образу жизни, потому что 85-90% ваших успехов в том, как вы выглядите, жирная вы, большая у вас задница, красивые у вас ягодицы, хороший у вас пресс, красивые плечи, некрасивый цвет кожи, волос и так далее. Всё это зависит от того, что вы кушаете. Итак, теперь давайте я открою спрашиваю.ру и пройдусь по самым популярным вопросам и заблуждениям. Значит, про то, почему растут, я примерно условно рассказал. За моей спиной вы видите спортпит. Давайте я быстро отвечу про это, потому что многие спрашивают, что я принимаю. И когда ко мне приходят друзья или когда я показываю что-то, многие говорят, что, ой, это химия, химик, вот что ты пьёшь, это же вредно. Потому что многие обыватели слышали про анаболические стероиды, слышали про гормоны, которые вредны, как им рассказывают, и всё, что связано с тем, что за моей спиной, приравнивается к химии, потому что ненатуральное. Да, действительно, это ненатуральные продукты. Но давайте разберёмся, что стоит в этих цветных банках, то, что вы называете химией. Прежде всего, обратимся к физиологии и к тому, почему мышцы начинают расти. Я вам рассказал, что должен быть стимул, но давайте посмотрим, мышцы не могут расти из воздуха. Чтобы мышечная ткань ваша восстанавливалась, и чтобы восстанавливались ваши силы, и вы становились больше, это должно происходить из чего-то. Правильно? Никакой нету разницы между говядиной, которую вы едите, и вашим бицепсом. Условно говоря, чтобы ваш бицепс стал больше, или ваши плечи, вам нужно собственное мясо увеличить. Просто так из воздуха или из супа это невозможно. И ещё проще говоря, чтобы ваше мясо наросло, вам надо съесть это мясо, расщепить его в своём организме до аминокислот, из которых состоят белки. Аминокислот, запоминайте слово. До аминокислот это составляющие белков. И в кровь поступившие эти аминокислоты синтезируют ту же самую штуку у вас вот здесь. Понятно? Это у индейка, это говядина. Значит, индейка, говядина. Сейчас буду рассказывать про питание. Специально выложим и, допустим, творог. Да, здесь ещё у меня яйца где-то завалялись, и рыба, значит. Об этом чуть попозже. Значит, чтобы построить собственное мышечное волокно, вы должны сначала это съесть. То есть, это действительно такая странная штука. Съев это, расщепили до аминокислот, построили собственное. Понятно? То же самое касается энергии. Вы не можете брать энергию, просить от солнечного света сахасрары, который входит. Вы должны получать это из углеводов. Углеводы мы получаем с помощью определённых компонентов, такие как крупы, гречка, рис, картофель, макароны. Да, всё, что является углеводами, это и ваша энергия. Об этом подробно, тоже чуть попозже. Такой гликоген и так далее. Теперь, возвращаясь к спортпиту. Значит, вы слышали слово аминокислоты. Слышали слово белок, из которых мы строим мышечные волокна. И слышали слово углеводы. Для того, чтобы мне, допустим, я вешу 80 кг, расти и увеличиваться, мне нужно 2 грамма белка на килограмм веса тела. В среднем, не больше. Поэтому несложно посчитать, что мне нужно 160 грамм белка. Не всегда 160 грамм белка можно съесть в день очень просто. Поверьте мне. Допустим, мне нужно съедать там 250, 300, 400 грамм углеводов. Ну, в зависимости от цикла, чего я хочу сделать. Допустим, вы просто мало представляете, вот 2 пакетика риса, это всего лишь навсего там 140 грамм углеводов. Но поверьте, эти 2 пакетика риса съесть не так уж и просто. Вы его будете есть, эти 2 пакетика, сваренные целый день, и будете в шоке от того, сколько это много. На самом деле, немало. Поэтому вам кажется, что 160 грамм углеводов, это 160 грамм белка, допустим, это много. Вот в этой пачке, здесь у нас где-то 25-28 грамм белка всего лишь. Посчитайте, сколько это 160. Вот здесь у меня 260 грамм говядины. Соответственно, здесь всего лишь навсего там грамм 40 белка. Вот здесь у меня 400 грамм индейки, да, здесь побольше будет. Здесь там грамм 60, наверное. Сколько там у нас? 17. Ну да, около. То есть, в принципе, 60, 70, 80, 100. Вот это всё, это даже, наверное, ещё не весь белок, который мне нужно съесть, потому что ещё, наверное, к этому ещё одна пачка творога, ещё, наверное, десяток яиц и так далее. Не всегда. А если больше 80, простите, да, и не 2 грамма. Поэтому для этого придумали спортивное питание. Придумали аминокислоты, из того, из чего состоит, собственно говоря, индейка. Взяли химическим способом, расщепили протеин до аминокислот и запихнули в порошки или в капсулы. В чём логика? Логика в том, чтобы не жрать 400 грамм индейки, потому что у вас, простите, совещание, переговор или ещё что-то, вы можете развести протеиновый коктейль. Выпив его, вы замените, допустим, там это или это. То есть, если, проще говоря, взять и понять, что такое гейнер, где это гейнер, где это гейнер, ну, не важно. Вот, возьмём гидровей, мой любимый, да. Это чистый вейвский изолят гидролизированный. Мне очень нравится, расскажу чуть попозже. Вот, чтобы переварить мне индейку, мне её нужно приготовить, съесть, и только потом, где-то минут через 30-40, через час, она у меня всосётся в кровь, расщепится на аминокислоты, и только тогда у меня это всё поступит к мышцам. Выпивая сывороточный изолят, да, гидролизированный, я получаю свои аминокислоты прям практически мгновенно в кровь. Всё. В этом и есть вся задача спортпида. Там внизу есть ещё многокомпонентный белок, который не колем, но там есть ещё гейнер. В чём фишка гейнера? Тяжело есть много углеводов. Допустим, 400 грамм углеводов – это неотколько много. Для меня, допустим, чтобы съесть эти 400 грамм, это знаете сколько? Это 100 грамм гречки – это 60, это 120, это 2 пакетика гречки. Сейчас я… Это же жесть будет. Смотрите, это получается у нас 120 грамм углеводов. Здесь у нас ещё 120, 170, 170, 180. Вот это вот у меня рис, 2 пачки гречки и ещё столько же. Вы можете себе представить это всё съесть? Это трэш как… Это смёшься есть, да? Поэтому, чтобы спортсменам облегчить вот эту функцию потребления, придумали гейнеры. Это то же самое коктейли, в которых увеличенное количество углеводов, прежде всего акцент делается на углеводах, и заниженное количество белка иногда, потому что акцент делается именно на углеводах. То есть, выпивая гейнер, я фактически выпиваю такую пачку гречки. Ну, там 60 грамм примерно углеводов, так оно обычно и есть, да? Понятно теперь, что такое гейнеры, что они просто заменяют приём углеводов. Изолированные белки, изоляты и сыворотки замещают вам. И это в плане удобства, но никак не заменяют. Они лишь замещают. То есть, правильный приём спортпита заключается в том, полноценный завтрак, коктейль, допустим, полноценный обед, коктейль, полноценный ужин, там, второй ужин, на ночь, опять какие-то нюансы. Почему их так много? Почему не 2-3 банки? Объясню. Потому что аминокислот их, аминокислот много. Есть заменимые, условно незаменимые и незаменимые. Есть комплекс общих аминокислот, которые я могу принимать, допустим, после тренировки вместе с незаменимыми аминокислотами, BCI с глютамином. Сейчас не надо заморачиваться. Проще говоря, в каждой баночке можно принимать отдельные аминокислоты, потому что каждую аминокислоту можно принимать в какой-то там привод своей тренировочной подготовки. Допустим, есть такая замечательная аминокислота, как глютамин и аминокислота BCI. Вот незаменимая аминокислота с разветлённой боковой цепочкой называется BCI. Они составляют основной костяк нашей мышечной ткани и глютамин тоже. Соответственно, глютамин и BCI – это первое, что вы должны потреблять, как только проснулись, потому что вы пусты, чтобы не было распада вашего белка, пока вы там пошли завтрак, принимаете. Вы принимаете глютамин и BCI, допустим, да? То же самое, очень важно принять глютамин и BCI сразу после тренировки, чтобы быстрее восстановить аминокислотный состав крови, чтобы сразу начать восстанавливаться. Иначе будет плохо. Сейчас я об этом буду говорить подробно. Но не плохо, а в смысле вы восстанавливаться будете хуже. Затем спортсмену нужно большее количество минералов и витаминов, чтобы всё это синтезировалось у вас в организме, и вы выдерживали эти нагрузки. Нужно повышенное количество витаминов группы В, витамина С, минералов, для того, чтобы функционал был хороший. Поэтому в этих баночках тоже есть всякие комплексы. Допустим, вот там это витамин С в граммах, допустим, да, там я принимаю около 2 грамм витамина С, это комплекс витаминов В отдельно, там у меня ещё где-то минералы и так далее, и тому подобное. Так что это всё, отвечая на вопрос по поводу химии, всё, что вы видите в этих банках, по большому счёту, содержится вот в этом во всём. Просто это сделано для удобства применения, потому что, несмотря на то, что мы постоянно таскаем с собой еду, да, всё-таки не всегда удаётся себе приготовить, и приходится, конечно, заменять это спортпитом. Значит, теперь по следующие вопросы. Так, Лёша, расскажи, как ты, какие добавки ты предпочитаешь? Значит, по поводу вот этого. Я предпочитаю, безусловно, я ем много неизаменимых аминокислот, я их принимаю утром, я их принимаю на ночь, я их принимаю сразу после тренировки. Это БЦА. С этим у меня обязательно идёт глютамин, чистый в порошке, я его принимаю сразу после того, как проснусь, и сразу после тренировки и на ночь. Глютамин – это отдельная аминокислота. Ещё я использую сывороточный Вэй, я его принимаю либо на завтрак, если не успеваю приготовить омлет, как белковую часть завтрака, обязательно сразу после тренировки, поскольку Вэй очень хорош гидролизат, тем, что он сразу впитывается в кровь и даёт сразу аминокислоты в кровь. И я Вэй, наверное, всё, только утром иногда и иногда точно сразу после тренировки. У меня есть гейнер, раньше я пил гейнеров больше, сейчас я устал немножечко, отдыхаю, но раньше я пил гейнер, если я пропускаю какой-то приём пищи по каким-то обстоятельствам, не успеваю принять полноценный приём пищи в виде этого и этого, вот так выглядит мой полноценный приём пищи, 200 грамм индейки и 100 грамм гречки, это обычный приём пищи культуристы, только таких 6 приёмов в день. Если я не успеваю так покушать, я выпиваю гейнер, это мне компенсирует несъеденное. ещё у меня обязательно значит общий, ну у меня тут просто разные аминокислоты, они у меня бывают в порошке для того, чтобы в воде развести, бывают в капсулах, сейчас я взял, мне очень понравилась очень хорошая дозировка аминокислот, они без вкуса, то есть я их прям ложкой беру прям и запиваю водой, не очень приятно, конечно, но эффективно, вот я их после тренировки делаю, то есть я после тренировки беру порошковый аминокислот и там грамм 15 получается сразу ещё 5 грамм глютамин и сразу этот самый как его гидровый это прям сразу после тренировки буквально прям через 2 минуты после того, как я закончил занятие прям чтобы сразу потом через я моюсь, одеваюсь, спускаюсь вниз кушаю углеводы уже кушаю рис или гречку ну давайте что ещё я принимаю разные аминокислоты глютамин гидровый изолят иногда этот самый кроковой гейнер и 4-х компонентный белок от треникулемана тоже иногда принимаю если там не успеваю что-то могу его на ночь принять он достаточно плотный на самом деле мёд гидровый очень нравится прям пьёшь как в воду приятно после того как ты давишься гейнером и компонентным белком изолятой пить одно удовольствие поверьте вот давайте теперь следующий что я принимаю а ну ещё B C калия ротат из аптеки аспаркам рибоксин и леотурокок иногда если чувствую некую сонливость слабости дальше расскажи о своём режиме дня как ты совмещаешь с работой сейчас расскажу с чего начать начинающему сказал да с тренажёров и блоков с выполнения техники и так далее как кушать начинающему да как кушать начинающему вообще старайтесь всё делать поэтапно не надо сразу пытаться есть 7 дней 7 раз в неделю возьмите свой вес взвесьтесь смотрите результат померите свои части тела пофотографируйтесь значит возьмите за основу того что вам надо научиться следующему вам надо научиться точно всегда завтракать абсолютно точно кушать перед тренировкой абсолютно точно кушать после тренировки и абсолютно точно ещё ужинать вот хотя бы соблюдите для начала эти 4 приёма пищи завтрак перед тренировкой после тренировки ужин хотя бы это и сделайте это регулярно если у вас нет тренировки эти 2 приёма пищи что перед что после не отменяются абсолютно вы их также кушаете это первый нюанс второй нюанс научитесь есть одно и то же по большому счёту то есть научитесь готовить себе один и тот же завтрак научитесь носить с собой еду в контейнерах тот самый обед второй обед и ужин если вы там работаете учитесь научитесь я не знаю где у меня есть купите себе контейнеры купите себе много контейнеров да они могут быть совершенно разные там такие и такие не обязательно чтобы они были красивые научитесь просто носить с собой еду научитесь принимать её в определённое время ещё раз завтрак перед тренировкой после тренировки и ужин затем когда ваш желудок потому что желудок же тоже должен привыкнуть к этому нельзя его сразу тогда грузить правило такое маленькими порциями но часто то есть небольшой завтрак это не должно быть сразу 100 грамм овсянки сухой это пипец как много начните там с 40 грамм овсянки с маленькой яичницей из двух яиц один желток там 3 белка начните с маленького маленькие порции маленькая порция овсянки небольшой омлет перед тренировкой значит перед тренировкой Небольшая порция риса, тарелочка, небольшая порция курицы. После тренировки то же самое. Или после тренировки гейнер можно. Посмотрите, какая у вас цель. Сейчас мы об этом поговорим. То есть, научитесь кушать просто регулярно маленькими порциями. Не обязательно сразу есть много. Попозже, когда вы уже перейдёте к более серьёзным тренировкам, через один месяц хотя бы, увеличиваете порцию, для того, чтобы ваш желудок, ваш кишечник, ваш обмен веществ начинал привыкать. Вы увеличиваете порцию завтрака, увеличиваете порцию обеда. Можете начать принимать и подбирать для себя спортпит, потому что, в принципе, не все производители каждому подходят. Иногда, простите, диарея может начаться, потому что кому-то подходит гидровая, а кого-то несёт от гидровая. Понимаете, меня не несёт, слава богу, ни от чего. Кто-то может есть яичницу, кто-то нет. Кто-то пьёт молоко, кто-то не переваривает молоко. Тут надо экспериментировать. Поэтому увеличиваете плавно порции. Когда вы уже вольётесь в изолированной тренировке и пойдёт сама работа с весами и на мышечный рост, уже тогда будете рассчитывать 2 грамма белка на килограмм веса и будете выедать суточное количество белка и суточное количество углеводов. Но вы уже к этому моменту привыкнете. У вас уже профессиональный клин начнётся, что завтрак, обед, второй обед, ужин, второй ужин, на ночь. И вот тогда вы начнёте расти. Запоминайте правила. Природа способна что-то изменить при соблюдении определённых правил. Это фотосинтез. Нужно, чтобы была вода, тепло и постоянство и питательные вещества. Всё. Если у вас в организме будет вода, питательные вещества, стимул к росту, допустим, да, там есть в природе природный стимул к росту, в данном случае это тренировки, и постоянство, соблюдая всего этого, чтобы у вас была вода, питательные вещества, тепло, забыл, стимул и постоянство, вы будете расти. Если у вас чего-нибудь из этой пятёрки вылетит, допустим, вода, вы не будете расти. Вылетит тепло, будет постоянный холод, не будете расти. Вылетит питательные вещества, тем более не будете расти. И вылетит постоянство, нагрузки, тоже не будете расти. Вы не можете худеть, если вы сегодня жрёте как лошадь, завтра вы не едите вообще. Когда начинается вот такой вот диссонанс, я тренировался месяц, как вообще качок, как Арнольд Шварценеггер, как Кай Грин, жал, а потом вы закурили, забухали два месяца, опять ничего делать, потом опять пришли, не будет ничего. Только тупо, каждый день, завтрак, обед, перед тренировкой, после, ужин, тупо, одинаковые продукты, ходим в магазин, покупаем одно и то же, курицу, гречку, рис, макароны, готовим всё одно и то же. Это достаточно монотонно, но только рыбу. Разнообразивайте вашу еду, делайте салаты. Сейчас вконтакте массу пабликов на тему, как вкусно приготовить спортивную еду. Круто, посмотрите рецепты Оксаны Ишанькиной, посмотрите рецепты, там, кто там, ещё кто-то делает, да, там всякие вкусняшки спортивные. Массу вариантов, где можно сделать спортсмену вкусную еду. У меня просто как бы некому готовить, поэтому я готовлю себе сам. И я как бы, ну, не так, не очень люблю для себя, для кого-то, я могу поэкспериментировать для себя. Я привык, вот как я 16 лет тренируюсь, я привык тупо есть курицу, рыбу, мясо, гречку, рис, там, салат. Мне как бы больше не нужно, я просто так привык. Но к этому, конечно, немножечко, я уже просто привык к этому. Мне 30 лет, я в пол своей жизни, там, фактически прожрал одно и то же, я уже к этому привык. Я прихожу, надо мной ребята смеются, девчонки, я прихожу в ресторан и ем мясо, рис, гречку, рыбу. То есть, я ем всё одно и то же, просто это немножко по-другому приготовлено, но, тем не менее, все продукты одинаковые. Ребята, кто занимается спортом, меня прекрасно понимают. Вот. Вот такой ответ на ваш вопрос. Плавно поднимайте объём съеденного. Что ты думаешь о анаболических стероидах в нашем виде спорта? Не буду сейчас об этом рассказывать. Скажу так, что глупо считать, что в профессиональном спорте, не только в бодибилдинге, нету допинга. Поверьте мне, допинг всегда был, допинг всегда есть и будет. И сегодняшний день диктует нам то, что задача Олимпийского комитета не бороться с допингом, а умело его скрывать в своих спортсменах. Вот так я вам скажу. Поэтому глупо отрицать, что допинга нет. Просто это небезопасно. Почему идёт такая пропаганда антидопинга? Потому что это небезопасно и оправданы риски тогда, когда тебя ведут доктора, смотрят твою кровь, смотрят твои анализы, вовремя тебя корректируют. Ты проходишь курсы терапии, лечея, допустим, восстановления после курса препаратов. Вот обычный Вася из деревни, он же обожрётся метаной и получит цирроз печени. Там же мозгов-то нет. А когда тот же самый препарат принимается под контролем грамотного врача, адекватные дозировки, адекватное время приёма, адекватный цикл входа, адекватный цикл выхода, адекватная восстановительная терапия. А когда Вася из какого-нибудь Кукуева годами жрёт, конечно, ему трандец будет полный. Поэтому не надо удивляться. Поэтому всё делается с головой и делается с медицинской поддержкой. Тогда спортсмен живёт нормально и существует, и выступает. Поэтому проблема допинга не в самом допинге, что ты съел таблетку, откинулся, а проблема допинга в неумелом его использовании, бесконтрольном использовании, тупым каким-то дозировком, лошадиным, вообще непонятно, откуда эти дозы. Вот проблема допинга именно в некомпетентном его применении, а не в самом допинге. Понимаете? Потому что если бы люди выигрывали соревнования из-за того, что кто-то принимает, а кто-то не принимает, это не так. Все принимают, но выигрывает один. Что у него, допинг какой-то секретный? Нет. Потому что допинг в профессиональном виде спорта является маленьким штрихом к общей картине. Таким же, как у всех. Все принимают допинг. Все в нашем виде спорта, кто соревнуется, я не знаю людей, которые он не принимает. Но тем не менее, выигрывает один. Потому что не допинг решает вопрос, а решает вопрос характер, питание, режим, упорство, генетика, пропорции, скелет и так далее. Если у вас набросаны мышечные волокна красиво, и вы это можете красиво развить, благодаря плюс упорству, плюс характеру, плюс диете, плюс режиму, вы эту красоту своей генетики покажете, и вы будете лучшим. Если у вас генетически набросаны мышечные волокна не очень, или допустим у вас они набросаны хорошо, но вы ленитесь, тоже ничего не получится. Ящик стероидов я вам принесу, ничего с вами не будет, ничего не поменяется. Вам стероиды не дадут характер, не дадут выдержку, не дадут упорство, не дадут дисциплину. Будет такая рожа, поэтому когда я вижу качков с такой рожей, такой жопой и считаю себя культуристами, мне смешно. Для меня бодибилдер это человек, который всегда находится в форме. Всегда он сухой, более-менее всегда он в кондиции, он всегда может раздеться, он всегда, хотя бы пресс, ноги, плечи и грудь, она всегда прорисована и хорошо выглядит. Когда эти толстые жопы ходят и считают себя культуристами в этом зале, мне смешно становится. Понимаете, вколоть себе много тестостерона, блядь, жать 150, блядь, иметь такую рожу, блядь, такие руки и такую жопу, большого ума не надо. А вот выглядеть красиво и качественно, вот это и есть наш вид спорта. Поэтому мы за небольшие веса, мы за отсутствие большого количества злоупотреблений, но мы за качественное тело, мы за то, чтобы быть поменьше, но получше, чем побольше и похуже. Но допинг это вообще отдельная тема, конечно. Значит, вот это вот не допинг, это обычные продукты, только уже расщепленные, чтобы попасть быстрее в кровь и облегчить прием пищи. Теперь вы поняли, что такое спортпит? Вы не найдете на прилавках спортпита допинг, вы его там не найдете и никогда не найдете вообще его. Значит, дальше идем. Расскажи про свой образ жизни, как ты совмещаешь в профессию психотерапевта и такую загруженность с работой в тренажерном зале тренером? Так, во-первых, я не работаю тренером в тренажерном зале достаточно давно. Я консультирую и сам тренируюсь. Наверное, с тренировками, как я совмещаю, с таким питанием. Ну, давайте возьмем типичный мой, допустим, рабочий день, скажем, сегодня или завтра. Он достаточно типичный. Я просыпаюсь в... Это рабочий сейчас будет день. Я просыпаюсь в 8.30, в 10 часов у меня первый клиент. Как только я просыпаюсь, я принимаю 5 грамм глютамина, примерно 10-15 грамм БЦА. В этот момент у меня есть два варианта. Я еще могу сразу выпить вэй, гидрат, изолят протеина. Пойти делать себе овсяную кашу. Съесть овсянку и, собственно говоря, быстренько помыться и чистеньким пойти работать в кресло свое. Бывает так, что я изолят не пью. Я тоже принимаю глютамина, аминокислоты, делаю себе омлет, делаю себе овсянку. Это мой завтрак. Потом я работаю, как правило, 3 часа. У меня клиент в 10, в 11 и в 12. Там могут быть либо группы, либо персоналки. Это не столь важно. Затем я в час обедаю. Обед это либо печка, либо рис, либо индейка, либо стейк. Затем я еду на тренировку. Ну, на обед я принимаю еще витамин С, витамин В и леотарокок, если у меня тренировка после обеда. Затем я еду в тренажерный зал. В раздевалке я принимаю порцию ВЦА, глютамин. Притреники я не использую. Нафиг мне нужна этот кофеин лишний. Я и так разгоняюсь хорошо. Термодженики тоже не использую. Я и так достаточно конституции. Я достаточно... Я не заплываю жиром. Не надо. Повезло мне в этом плане. Поэтому я много углеводов не ем. Я начинаю толстеть как-то. Все это мягкое становится. Мне нравится быть твердым, таким хорошим. Поэтому я больше белка ем. Углеводов я ем на самом деле в день грамм 150-200. Это максимум. И я хорошо себя чувствую. Поэтому мне на безуглеводке, когда мы готовили к соревнованиям, было гораздо кайфовее, чем когда надо жрать много. Я не могу много есть углеводов. Мне проще держать маленькое количество углеводов, но много белка. Я интенсивный, чем засовывать в себя макароны, рис, гречку. Я не могу. Мне тяжело от этого. Вот. Значит, да. Я принимаю перед тренировкой глютамин, BCAA. Тренируюсь. Сразу после тренировки я принимаю опять глютамин, опять BCAA и гидровей. Потом я спускаюсь, ем гречку или рис. Затем я еду домой. Это где-то уже часов... Часа четыре. Затем я еду домой. Приезжаю и опять съедаю порцию чего-либо. Там либо рыбы, либо индейки, либо мясо, опять же, либо рис, либо гречку. У меня в семь часов еще клиент. В восемь и в девять. И потом я еще раз кушаю еще один прием пищи. И ложусь спать. Да, если я где-то пропускаю что-то, я могу дополнить на ночь еще один гидровей. Если я чувствую, что я белка не доел, да, там, и вот мой белок. И все. Вот так я работаю. Ем ничего такого. Ничего особенного. То есть, да. BCAA, глютамин. Завтрак, обед, тренировка, обед, ужин, ужин. На ночь я принимаю глютамин и BCAA. Ну, собственно говоря, вот и все, наверное, да. Что бы ты порекомендовал девушкам, которые хотят начать заниматься? Ну, то же самое. На самом деле, начните с режима. Начните завтракать, обедать, тренировать. Вообще, я порекомендовал бы начать тренироваться. Для начала купить абонемент в фитнес-клуб, начать на него ходить. И начать завтракать, есть перед тренировкой, после и ужинать. Очень важно это правильно поставить цели в фитнесе и в бодибилдинге. И вот уже о целях и методах и тактиках достижений мы поговорим в следующих выпусках, которые будут посвящены именно этому вопросу. Ваш Алексей Красиков, Невроза Мегаполиса. До встречи, пока.